Hello everybody, Alex, the School of English in Пушкино. Всем привет, Александр Майоров, Школа английского языка в Пушкино. Программа под названием «Языковые зарядочки». Надеюсь, вы делаете реальные физические зарядочки. Мы делаем физические зарядочки, чтобы поддержать нашу форму. Та же и задача у языковых зарядочек. Мы делаем зарядочки регулярно. Это главное правило изучения, наверное, любого языка. Программа далеко от совершенства. Мы не стараемся заглянуть в глубины грамматики. Программа рассчитана, наверное, на тех молодых людей, которым всегда некогда, которые заняты бизнесом, которые всегда в пути и хоть, хотя бы каким-то образом подшлифовать те уходящие знания. Ну вот, послушать кусочки этой программы. Смысл. Мы повторяем за носителями, мы ломаем свой свой язык. То есть, то же самое, что мы делаем с реальными зарядочками с мускулами. То же самое мы делаем с нашим языком. Мы его ломаем под английские слова. И то же самое мы делаем с нашими ушами. Мы ломаем их под английское произношение. Повторяем бытовые, но очень хорошие фразы за носителями. А если вы готовы, поехали. If you are ready, let's get started. Yes, they're in the drawer by the fridge. Do we have any clean forks? А у нас есть чистые вилки. Ну вот опять очень хорошие слова. Fox. Вилки. Fox. Yes, they're in the drawer. By the fridge. Да, они в ящике рядом с холодильником. Опять замечательные слова. Как правило, огромное количество ошибок здесь. Draw. Draw. Это выдвижной ящик. Это может быть выдвижной ящик письменного стола. Это может быть выдвижной ящик на кухне. Buy the fridge. Fridge. Холодильник. Или полное слово. Refrigerator. Но как это в быту всегда бывает, мы все обрезаем, сокращаем. Fridge. Fridge. Do we have any clean forks? Do we have any clean forks? Yes, they're in the drawer by the fridge. Yes, they're in the drawer by the fridge. Да, они в ящике стола рядом с холодильником. Where's the oven mitt? Where's the oven mitt? Ну, опять замечательная фраза. А где варежка для духовки? То есть, вот мы видим на картинке эту варежку, чтобы залезть в духовку и не обжечь руку. Ну, во-первых, овен. Овен. Духовка. Ну, отсюда идет слово микроавен. Микроволновка. Овен. Духовка. Мит. Ну, тоже сокращение от слова митен. Рукавицы. Мит. Рукавичка. Hanging on the hook by the oven. Hanging on the hook by the oven. Hanging on the hook by the oven. Опять замечательные слова. Рукавичка-то висит на крючке рядом с духовкой. Hanging. Хук-крючок. Хук. У нас на кухне очень много их. Овен. Духовка. Hang. Висеть. Hang. Вешать. Hang your jacket on the chair. Повесь свой жакет на стул. Или отсюда же слово произошло. Hanging. Вешалка. Hang. тоже очень хорошее слово hanging висит на крючке около плиты около духовки здесь наверное еще микрозамечания по произношению г нечто не звучит в конце этого слова вы поднимаете кончик языка заднюю заднюю часть языка самую заднюю часть языка к нёбу тарелки чистые или грязные здесь тоже хорошие слова dishes dishes тарелки блюдца clean чистый dirty dirty очень трудное слово грязный dirty глубокий звук are dirty they're clean I just finished washing them they are clean I just finished washing them they are clean они чистые clean I just только что finished закончила washing them я только что закончила мыть их здесь тоже интересные замечания в классике жанра если бы наверное это был британский вариант английского с гарантией сто процентов чуть-чуть другая грамматика была использована I have just finished washing them я только что закончила их мыть I have just finished washing them ну тем кто интересуется грамматическими вопросами объясняю что present perfect в этом случае звучал в британском варианте английского исходя из того что есть результат мы хотим показать что тарелки чистые и мы не указываем когда это действие произошло I have just finished washing them я добавил have have finished это present perfect здесь звучит по simple американский английский очень часто идет с сжимания грамматики английской до грамматики американской have убрали получили past simple смысл предложения не теряется но еще раз говорю в классике жанра это бы предложение звучало бы несколько иначе Are the dishes clean or dirty? Are the dishes clean or dirty? Are the dishes clean or dirty? They're clean I just finished washing them They're clean I just finished washing them Can you pass me the cutting board? Can you pass me the cutting board? А ты не могла бы мне передать доску для нарезки? Ну замечательные слова board доска кстати board это и школьная доска детишки это не знают black board это черная доска green board сейчас доски в школах разного света board доска cut резать cut 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 резать нарезать cutting board pass пасни мне передай мне ну здесь хорошее клише мы за столом can you pass me the salt please? не можешь мне паснуть передать солонку can you pass me the salt please? can you pass me the sugar sugar container can you pass me the sugar или the sugar container а ты не можешь мне передать контейнер с сахаром ну или сахарницу sure here you go sure here you go конечно вот но здесь тоже вариант американский here you go what sure конечно what sure here you go american english в британском варианте это было бы несколько иначе sure here you are here you are what sure here you are конечно вот can you pass me the cutting board can you pass me the cutting board can you pass me the cutting board sure here you go here you go ну вот такая история у нас эти языковые зарядочки очень короткие потому что всем некогда ну вот как зубки почистили также попрактиковали восприятие языка на слух очень страдает эта опция поговорили поломали язык также проблемы здесь ну и не забывайте приводить детей на лагерь идет летний языковой лагерь также ломаем ухо в играх также ломаем речь пытаемся говорить с ними в меру возможностей ну и делаем много-много-много уникальных физических упражнений не забывайте идет лето all the best bye-bye алекс